Не все знания одинаково полезны. Например, знания о традиционной семье, в которой есть папа и мама, это полезное знание. Его надо распространять и оберегать. Про то, что бывает по-другому, с недавних пор говорить запрещено. Информация о нетрадиционных отношениях становится вредным знанием, с которым нужно бороться. Да вот только в борьбе это уже непонятно, кого на самом деле приходится защищать, а кому защищаться. С легкой подачей Лены Мизулиной говорить о гомосексуализме в России стали больше и чаще. Эксперты по правам человека и свободе слова уверены, что принятые поправки открывают дорогу к узаконенной дискриминации части общества и противоречат статьям Конституции. ЛГБТ-активисты видят в них провокацию насилия и гомофобии. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений отнесена законом к информации, запрещенной для распространения среди детей. Соответствующая поправка внесена в Федеральный закон о защите детей от вредоносной информации и в Кодекс административных правонарушений. Под пропагандой понимается информация, формирующая у несовершеннолетних нетрадиционные сексуальные установки и привлекательность гомосексуализма, а также информация, вызывающая интерес к гомосексуальным отношениям. За такую пропаганду граждан будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф может составить 1 миллион рублей. При этом законам не запрещено состоять в нетрадиционных отношениях и получать или распространять нейтральную информацию о гомосексуализме. Непонятным остается одно, как в реальной жизни, на практике, отличить пропаганду от информации, к примеру, просветительского характера. И смогут ли наши правоохранители разобраться в этом, прежде чем выпишут штраф. К пропаганде относятся, во-первых, распространение информации, которая так или иначе формирует у ребенка подобного рода установки на нетрадиционную сексуальность, или информация, которая содержит какие-то привлекательные моменты. И очень важна та информация, которая деформирует наше представление о социальной равнозначности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Маша и Маша – среднестатистическая гомо-пара. Они не считают себя ни хуже, ни лучше других. Они такие же, как и все, в стремлении жить, любить и быть счастливыми. К притеснениям со стороны власти привыкли, со стороны общества – нет. Традиционные пары принимают их без осуждения, даже наоборот. Может, просто повезло, а может, это и правда уже норма. Я сама задавалась этим вопросом, откуда это возникло, относительно семьи, относительно каких-то психологических травм. В моей жизни ничего не было. У меня было прекрасное и счастливое детство, за которое я благодарна родителям. Я считаю, что у меня безупречное воспитание, я уважаю старших. Я являюсь патриотом, люблю свою родину, во мне все нормально. Семьи не могут признаться до сих пор. Родители, говорят, девушки не знают, но догадываются. В прошлом у каждой несколько гетеросексуальных отношений, вплоть до предложения о замужестве. Все время, когда меня спрашивают, ты живешь в нетрадиционной паре, я люблю человека. И полюбила я именно человека, а не пол его или как он выглядит. Что влияет на формирование интереса не к противоположному полу, неясно до сих пор. Кто-то борется с собой всю жизнь, а кто-то просто строит новую. Существует даже такое понятие, как камуфлирующая гетеросексуальность. Чтобы не испортить репутацию в обществе, гомосексуалисты создают традиционные отношения для прикрытия. Несмотря на почти вековые психоаналитические и психологические спекуляции, не существует никаких независимых свидетельств, подтверждающих, что характер воспитания или ранний детский опыт играют какую-либо роль в формировании гетеросексуальной или гомосексуальной ориентации. Из доклада Королевской психиатрической коллегии Главной профессиональной ассоциации психиатров Великобритании. Природа этих отношений, она действительно может носить социальный характер или биологический. И мы понимаем, что те люди, которые этим отношениям отдают предпочтение, потому что биологически так устроены, они, как правило, не позиционируют себя, они, как правило, не выставляют это на показ. А вот эти отношения, которые имеют именно социальную природу, в данном случае они любят себя позиционировать, они ищут возможность для того, чтобы пропагандировать эти отношения, как равнозначные с естественными. Я очень негативно отношусь к проявлениям не совсем осознанным вот этой вот гомосексуальности. Именно когда молодежь, девушки с бутылкой пива, сидя в подъездах, начинают целоваться, то же самое молодые люди, я против этого. Я считаю, что если ты нетрадиционной ориентации, то ты, да, не должен этого стесняться, но и пропагандировать это не нужно. Ты живешь своей собственной жизнью, живешь для себя, живешь для своей второй половины, должен крепко стоять на ногах, так же, как любой человек. То есть здесь уже встает вопрос о том, человек должен быть просто полноценной личностью. Психологи считают, что ребенок изначально должен узнать о существовании гомосексуальных отношений из уст родителей. В этом случае информация не станет запретным плодом, а значит, интерес у ребенка к ней исчезнет. Если родители по каким-то причинам стесняются или не хотят об этом говорить, на помощь могут прийти педагоги. Тема нетрадиционных отношений затрагивается в основном в курсе «Общество знания». Есть такой раздел, как «Девиантное поведение». Вот в этом разделе прописаны под темы, которые как раз и рассказывают о нетрадиционных отношениях. Элективный курс, то есть свободный для посещения, не входит в обязательную школьную программу, поэтому насильно заставить ребенка говорить про это невозможно. В рамках этого курса беседуют у нас приглашенные люди из специальных учреждений, и мы очень подружились с ней материнство и детство, когда группа молодых девушек, волонтеров, аспиранток рассказывает детям обо всех перипетиях полового воспитания. На таких занятиях педагоги не присутствуют, это обязательное условие. Дети открываются специалистам, во-первых, они разговаривают один на один, то есть они в окружении своих подростков, своих друзей более на своем языке говорят, и специалисты, конечно, отвечают грамотно и, ну будем так, не задевая, не нарушая прав ребенка. Говоря о защите детей от пропаганды нетрадиционных отношений, сторонники антигейского закона утверждают, что речь идет об охране семейных ценностей. Тогда почему в качестве средства этой самой защиты они выбирают борьбу? И как традиционное общепризнанное вдруг становится таким беспомощным? Если человеку с неустойчивой психикой начинать говорить, показывать о нетрадиционном сексуализме, то это, конечно, затронет его психику. И он, конечно, может переформировать свое мышление. Правительство наше, как бы, если они, конечно, стояли на том, чтобы все это прекратить, может быть, когда-то оно и прекратилось бы, но у нас никто ничего не хочет. У нас идет сексуальная революция и, соответственно, и гомосексуализм, и так далее. Святого на земле ничего не осталось. Церковь, безусловно, обличает внебрачные половые связи как грех, как разрушение брака, разрушение тела, конструкции брака. Тоже решительно то же самое, независимо от того, какая технология используется. Гомосексуальная, гетеросексуальная, лесбическая, зоофилическая, некрофилическая, какая угодно, и половых извращений достаточно много. Все это формой разрушения брака. И церковь на это не закрывает глаз. Неполная семья – самая распространенная в России форма разрушенного брака. Таких семей в нашей стране уже 6 миллионов. За последние 5 лет их число выросло почти в 2,5 раза. В 9 случаях из 10 детей воспитывают матери-одиночки. Бабушки, мамы, они папы и мамы. Что мы видим? Мы видим уже однополую семью, правильно, когда воспитывают детей мамы и бабушки. Что они видят? Отсутствие мужчины в семье. Нам, как одиноким мамочкам, некогда иной раз задумываться о том, как наш ребенок растет. То есть мы в первую очередь что дарим? Любовь, заботу. А мальчикам иной раз нужна не только любовь и забота, но и девочкам. Каждый раз просыпаюсь, я просыпаюсь четко к уверенности того, что я делаю правильно. По сути, а что я нарушаю? Я живу для себя. Да, у меня нестандартная ориентация. И что? А он берет с утра бутылку пива, не отводит ребенка в детский сад, если вообще у него ребенок устроен в этот детский сад. Давайте смотреть на матерей-одиночек. Почему не выходят законы против отцов, которые бросают свои семьи? Семь штук нарожают, а обеспечить их не могут. И они ходят драные, рваные по улицам. А я своему ребенку дам в тысячу раз больше. Согласно социологическим опросам в ЦИОМ, более половины россиян считают, что гомосексуализм необходимо законодательно запретить, вплоть до введения уголовной ответственности. А еще 33%, что запрещать не стоит, но необходимо строго ограничивать. При этом число людей, негативно относящихся к ЛГБТ-сообществу, в последние годы в России резко увеличилось. Зачастую вот эта агрессивная политика гомосексуальная, она начинает нападать благодаря средству массовой информации на наших детей очень рано. То, что ставят ограничения плюс 6, плюс 12, это же все условности в любом случае. Телевидение, интернет, все доступно для детей. И когда разрешено пропаганде вот такое, то есть зачастую это будет для детей в их умы, еще не окрепнувшие, вливаться очень рано. Получается замкнутый круг. Пока люди нетрадиционной ориентации будут отстаивать свои права, с ними продолжат бороться, как с разносчиками псевдолиберальных свобод. Государство узаконит эту борьбу, обвинив геев в падении уровня рождаемости, растления малолетних и развитии других заболеваний современного общества. Видимо, других способов решить проблемы у законодателей нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова